Эрозия шейки матки. Начнем с того, что такое шейка матки. Шейка матки – это орган, который входит в женскую половую систему. Шейка матки в норме покрыта многослойным плоским эпителием. Цилиндрическим эпителием покрыт цервикальный канал. Расскажу, что это такое. Есть два понятия – эктопия или эрозия шейки матки. В народе раньше говорили «эрозия шейки матки», и любая женщина, которая слышит эту фразу, всегда говорит «да, у меня эрозия». Но в некоторых ситуациях женщины бывают не особо правы. Понятие «эктопия шейки матки» – это нормальное состояние шейки матки. Эктопия – это как бы выход цилиндрического эпителя на видимую часть, которую доктор видит при гинекологическом осмотре любой женщины. В норме эктопия шейки матки не лечится. Это нормальное состояние, за которым мы наблюдаем вместе с женщиной. А эрозия шейки матки – это патологическое состояние, которое может быть вызвано некоторыми такими аспектами, как инфекция, передаваемые половым путем, вирус папилломы человека и какие-либо заболевания другого генеза. Это воспалительное заболевание шейки матки или, например, онкологическое или предраковое заболевание шейки матки. Какие же жалобы предоставляет женщина, та, которая имеет ту самую эрозию шейки матки? Первые жалобы – это контактные кровенистые выделения, которые появляются в основном после полового акта. С такими жалобами не стоит долго ждать. Нужно обязательно обратиться к гинекологу для осмотра. И такие жалобы, как обильные выделения из половых путей. Обильные выделения из половых путей в основном бывают у женщин, у которых есть большая эктопия или эрозия на шейке матки, которая провоцируется дополнительным наличием каких-либо инфекций, передаваемых половым путем, которые также нужно проверять на приеме у гинеколога. Какая же диагностика у пациенток, у которых есть эктопия шейки матки? Первая диагностика – это цитологическое исследование. Цитологическое исследование – это забор анализа с шейки матки и цервикального канала на наличие атипичных клеток. Простыми словами, на наличие раковых клеток в шейке матки. Есть два вида цитологии. Цитология традиционная, которая берется на обычное стекло. И штукосная цитология, которая представляет собой более развернутый анализ. В том или ином случае это обязательный анализ, который должна каждая женщина проходить ежегодно. И такой анализ, как кольпоскопия. Кольпоскопия – это осмотр шейки матки в микроскоп, в кольпоскоп при большом увеличении и с обработкой шейки матки специальных растворов. После кольпоскопии доктор определяет, есть ли патологические участки на шейке матки, которые дальше доктор будет проводить, дальнейшее обследование и ставит диагноз. Кольпоскопия – это осмотр, который должен делаться обязательно после менструации. И в основном кольпоскопия должна проводиться всем женщинам в репродуктивном, в менопаузальном возрасте, потому что с каждым этапом жизни у пациенток бывают разные изменения. У молодого возраста это эрозия, эктопия шейки матки. У женщин менопаузального возраста это атрофические изменения, которые не будут предоставлять никаких жалоб. Какие же методы лечения эрозии шейки матки? Любой метод лечения будет зависеть от своевременной диагностики. Прийти и сказать, у меня есть эрозия шейки матки, я хочу ее прижечь целесообразно, но перед тем, как большой проведется клинический осмотр с анализами, с инфекциями и с диагностикой, и с дальнейшей тактикой лечения. Методы лечения бывают разные. Такие методы лечения, как лазерная деструкция шейки матки, ее называют по-разному коагуляция, аблация, цилиндрического эпителия шейки матки, криодеструкция шейки матки или радиоволновое лечение. Тот или иной метод выбирает доктор согласно предварительному осмотру. Такой вопрос, как вирус папиллома человека, непосредственно связан с предыдущим диагнозом эрозии шейки матки. Вирус папиллома человека – это ДНК-вирус, который приводит, уже это доказано, который приводит шейку матки к раковым изменениям, если не своевременная диагностика или отсутствие лечения. Вирус папиллома человека – это вирус, который передается половым путем. Есть еще метод передачи вертикальный путь, такой, как это при родах от матери к ребеночку, но в основном это половой путь. Вирус папиллома человека – это ДНК-содержащий вирус. Почему его называют? Ну, он, как говорится, ДНК-содержащий вирус, так как он проникает в ядро клетки и начинает свою работу. Вирус папиллома человека выделяют на три группы – низкоонкогенные типы, среднеонкогенные типы и высокоонкогенные типы. Низкоонкогенные типы приводят к таким изменениям, как бородавки, папилломы, остроконечные кандиломы. И у женщин, да и у мужчин тоже вирус папиллома человека может находиться в организме. Низкоонкогенные типы провоцируют такие жалобы, как наличие каких-то образований на теле. Это бородавки, папилломы, как я уже повторяю, и остроконечные кандиломы. Среднеонкогенные и высокоонкогенные типы, их большое количество, но выделяют в основном 16 типов. Это 16, 18, 45, 51, 33 тип и так далее. Они приводят к предраковым и раковым заболеваниям шейки матки. Что делать, если у вас есть вирус папиллома человека? В первую очередь его обнаружить или опровергнуть, есть он у вас в организме или нет. Для этого сдается анализ, ПЦР-диагностика, анализ из цервикального канала шейки матки на наличие этого вируса. Если вирус папиллома человека у вас в организме подтвердился, то нужно сдать его количественный анализ и узнать, в каком количестве он у вас находится в организме, то есть определить вирусную нагрузку этого типа. Также обратиться к гинекологу на прием с результатами анализов. И доктор опять будет начинать гинекологический осмотр для сбора правильного анамнеза. Как я уже сказала, вирус папиллома человека – это ДНК, содержащий вирус. Он выделяет две свои фазы – репродуктивную и интегративную. Репродуктивная фаза – это когда он находится в организме человека, но ничего не делает, не повреждает клетку и не приводит к ее вонг-клетку. И интегративная, когда уже вирус при снижении собственного иммунитета человека начинает работать и приводить клетки и, соответственно, орган, в котором находится этот вирус, к предраковым и раковым заболеваниям. Какие жалобы предоставляют пациентке у тех, у кого есть вирус папиллома человека? Никаких, кроме объективных и визуальных. То, что пациентка приходит и говорит, что у меня образуются папилломы, бородавки в тех или иных местах, как на половых органах, точно так же и могут находиться в любой части тела, в основном на коже и на слизистых. С этими жалобами обращается пациентка к доктору, и доктор начинает уже определяться с тактикой лечения. Онкогенные типы, которые повреждают шейку матки, в основном это онкогенные типы, и их выделяют три, 16, 18 и 45 типы, очень хорошо взаимодействуют с теми состояниями, то есть с эрозиями шейки матки. Поэтому эрозия шейки матки плюс вирус папиллома человека, это такая не очень хорошая связь для пациенток репродуктивного возраста. Обязательно нужно наблюдаться у гинеколога, проходить те или иные методы обследования и заниматься лечением. Лечение вируса папиллома человека в основном иммуномодулирующая терапия и противовирусная терапия, но никаких лекарств будет недостаточно, если лечение будет не комплексное. При наличии вируса папиллома человека могут быть такие поражения шейки матки, как предраковые изменения или рак шейки матки. Дальнейшая тактика лечения при таких заболеваниях, если они у вас есть, и вы когда-то слышали, что у меня в прошлом было прижигание шейки матки, или у меня уже был вирус папиллома человека, или было, например, предраковое изменение, стоит ежегодно наблюдаться у гинеколога, сдавать анализы на цитологическое исследование, делать кольпоскопию и сдавать анализ на вирус папиллома человека. К сожалению, рак шейки матки является третьим в женской системе по заболеванию после рака молочной железы и других заболеваний. Поэтому это очень важный вопрос, такой как вирус папиллома человека и эрозия шейки матки. Поэтому я призываю всех пациенток не забывать о своем здоровье и своевременно наблюдаться у гинеколога. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»